Считаешь себя профессиональным геймером или крутым гиком? Тогда тебе сюда. Ссылка в описании. Добрый день или вечер, дорогие друзья! С вами Мак, и сегодня у нас с вами среда, и скорее всего у нас, как правило, по средам такие легкие распаковочки. И сегодня я хочу вам распаковать вот такое вот замечательное, можно так сказать, в принципе, обычное, но не совсем обычное издание игры, Assassin's Creed Chronicles. Ну, что можно сказать об игре? Я не играл ни в одну часть, знаю, что скоро может выйти на мобильных устройствах. Здесь у нас охватывает три истории, три эпохи. Это Китай, 1526 года Индия, 1841 и Царская Россия, 1918 год. Конечно же, самое интересное это Древний Китай и Царская Россия, потому что, как Индия, честно говоря, меня я не знаю. Как-то неинтересно узнавать. В этом году хочу вам сказать, что, слава богу, наконец-таки, Ubisoft сделали перерыв с серии Assassin's Creed, потому что давным-давно пора. Я вот уже практически заканчиваю играть в Assassin's Creed Syndicate. И хочу вам сказать, что, в принципе, эта игра меня ничем не порадовала. Ну, как сказать, сюжет, в принципе, обычный. Ничего в плане боевки не изменилось. То есть, пора, я думаю, остановиться, потому что чем дальше, тем страшнее. Это я вам точно говорю. Поэтому, слава богу, в этом году Assassin's Creed мы не увидим. Я этой серии отдал 15 лет своей жизни, начиная с первой части. Не пропускал ни одну, все проходилы, причем во всех частях. Старался открыть по максимуму все главные доспехи. Но, честно говоря, даже такой фанат, как я, уже устал. В этом году, вроде бы, как нас ждет, во всяком случае, я так понимаю, анонс Watch Dogs 2. Первая часть была, ну, такая, скажем, не оправдала надежд. Но, тем не менее, люди играли, и она, в принципе, окупилась. Посмотрим, что нам предложат в этот раз. Ну, а мы открываем коробку с диском. Да, смотрите, как у нас диск лежит отдельно. При транспортировке, видно, Динма. Накрылся, ну, вроде так, смотришь, вроде, повреждений нигде нету. Все чисто и благородно. Это у нас с правой стороны. С левой же стороны у нас агитплакат. И, что тут у нас еще? Да, руководство пользователя. Маленькое, дух, страничное. Так, с этим мы разобрались. Смотрим, что у нас за плакат. Ты вступил, надпись. Куда я вступил? Вроде еще никто не вступал. Ты вступил в ряды ассасинов? Нет, друзья, я не вступил в ряды ассасинов. Ну, плакат, хочу сказать, довольно-таки большой. Что касается качества, плотная бумага. Плотная бумага. Ну, а я плакат, и, честно говоря, я из тех людей, что плакаты вот с таких вот изданий стараюсь не вешать на стены, потому что они блекнуты быстро очень на фоне фигурок. Их даже не видно. Но мы видим Николая Орлова. Такой вот весь благородный мужик с винтовкой. Ассасин с винтовкой, со снайперской. Это, конечно, тоже странно. Ну, вот, в принципе, все. Купил это издание. Купил я его за 600 рублей. Точнее говоря, 600 гривен. Я не знаю, сколько это в рублях. Ну, грубо говоря, я думаю, где-то там 1500 рублей, 1800. По идее, так, грубо. И буду проходить, потому что сейчас особо играть не во что. Жду Far Cry. Посмотрим, что он нам предложит. Потому что, честно говоря, прошлое, опять же, Far Cry, четвертую часть. Я пролил часик. Выключил, сказал, все, больше не могу. Но больше меня не хватило. Надеюсь, что возвращение в первобытный строй немножко развеселят эпоху. Такую серию игры, конечно, как Far Cry. Ну, а мне осталось задать, что с вами был Мак Грубер. Как всегда, подписывайтесь, ставьте, комментируйте. Ставьте лайк. Вступайте в группу ВКонтакте. Впереди у нас распаковка кальционных изданий, фигурок и все, что касается гиг тематики. Ну, я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...